Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Мастер Чу и вот я решил снять для вас видео по Lineage 2 Revolution. Очень долго просили, я решил снять краткое новостное видео с, я считаю, одной из самых главных тем, которые сейчас обсуждаются в Lineage 2 Revolution и высказать свое мнение, хорошо это или плохо. Будет слияние серверов, наконец-то мы дождались, когда на ру сегмента пришло именно вот это вот слияние серваков. Что хотелось бы сказать по этому поводу, во-первых, зачем я делаю это видео, мне бы хотелось посмотреть, какое количество людей, во-первых, это посмотрит, насколько актуальна сейчас тема Lineage 2 Revolution, насколько вам интересен контент по Lineage 2 Revolution и так далее. Погнали, выскажу свое мнение, что означает слияние серваков. Слияние серваков означает то, что в ру сегменте, ну из-за того, что будут сливать, вот они, русские сервера, Deforge 1, 2, 3, 1 и он будет называться Belief и Deforge 4, 5, 6, в 1 он будет называться Faris. Хорошо это или плохо? Ну, для текущей аудитории, которая осталась на всех этих серверах, которые играют сейчас очень активно, это хорошо, потому что гораздо больше станет людей, гораздо больше станет топов, гораздо больше станет мид игроков и гораздо больше среднячков и новеньких. Так вот, с точки зрения ближайшей перспективы, ребят, вам повезло и все будет круто, то, что вы сможете в гораздо большем количестве людей играть, соперничать, пвпшиться, захватывать замки и так далее. В долгосрочной перспективе это не есть ок, объясню почему, потому что новые игроки, когда будут приходить, они будут приходить все равно так и так, потому что люди будут кто-то только-только услышать про эту игру, кто-то услышит позже. Они будут приходить на уже готовые, забитые, отфильтрованные серваки, потому что на Белефе и на Faris останутся только очень старенькие игроки, скорее всего. Куда им приходить? Ну, из-за того, что будет слияние серваков, они будут запускать новую тему, так же, как и на Корее запускается это постоянно. Это вообще больная тема, связанная с НК-софтом и с линейкой. Всегда, когда мало игроков, они все их загоняют на один сервак, то есть происходит мерш, происходит объединение этих двух серверов и открывается еще один новый. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы новые игроки, когда приходили, они знали, что вот есть новый сервак, на котором еще не все всеми игроками получено, достигнуто, выкачаны какие-то уровни и где можно будет там попвпшиться, еще что-то поделать. И они приходят на новый сервак. Новый сервер рассчитан будет именно на новых игроков. При этом старые игроки на серваках Белев и Фарис, скорее всего, не будут получать приток новых игроков, только в том случае, если кто-то будет друзей звать там или еще как-то. Вот такой приток игроков будет. А вот приток именно новичков, которых можно будет инвайтить к себе в кланы, на какие-нибудь пвп, 3 на 3, еще куда-то, их будет очень мало. И это количество постоянно будет сокращаться. И в итоге мы увидим там через полгодика, ну может год, может быть раньше, как Белев и Фарис тоже объединят в один сервер. То есть, в итоге, вся вот эта вот система энкософта и всего, что с этим связано, над Марбла, она работает по следующей схеме. Объединение кучи серваков в один, для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно и продолжали играть из-за уменьшившегося онлайна. И открытие новых серваков. Как это работает вообще в плюс или в минус? То, что мы видим сейчас на Lineage 2, именно игрушки, да, на классической версии, имеется в виду на компьютерной, это работает в принципе нормально. Потому что открывается новый сервак, туда залетают снова люди и вот этот рекрутинг постоянно, он происходит. Кто-то, конечно, после того, как на новом сервере поиграет, переходит на старый сервак, потому что он там либо разобрался как-то в игре, либо что-то начал делать правильно. И переходит на старый сервак, где может конкурировать как-то со старичками. Но, здесь есть одно большое но. Смогут ли новички конкурировать со старичками на тех же самых объединенных Белефи и Фарисе? Вероятнее всего, нет. Потому что их разделяет бездонная пропасть в виде огромного количества доната, либо огромного количества времени, проведенного в игре. Хорошо это или плохо, опять же, решать, ребят, вам. Я считаю, что это рано или поздно должно было случиться. И для меня, на самом деле, это грустно, потому что они объединяли сначала все серваки, кроме русского сегмента. И все такие, ага, это значит, что на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом дефоржах все хорошо. Это значит, что онлайна достаточно. И это означает, что русская аудитория, русский сегмент до сих пор очень сильно активен. И онлайна хватает. Сейчас же, если происходит объединение, причем объединение сразу трех серваков в один. То есть, два раза по три сервака в один сливают, да? Мы такие задумываемся. Это означает, что аудитория очень резко просела. К чему это все приведет? Это приведет, в случае с линейкой, скорее всего, к постепенному вымиранию этой игры. Я понимаю, что найдутся большое количество комментаторов, которые оставят там в комментах сообщения, типа, Илья, на кой хрен ты сюда лезешь? Но, ребят, спешу вам напомнить, в интернете вообще мало кто тему Lineage 2 Revolution освещает. И я пришел сюда и снять этот ролик, чтобы посмотреть, насколько вам это интересно. Я даже просто-напросто сравню количество просмотров видосов моих по Lineage 2 Revolution, которые были раньше и которые есть сейчас. Это легко будет сделать. И это очень будет легко понятно, какая же аудитория сейчас активна именно в Lineage 2 Revolution. И это тоже будет, в свою очередь, показателем того, насколько сейчас просел онлайн в Lineage 2 Revolution. Возвращаться туда или нет, я контент постарался бы делать, но у меня есть ряд неких причин, по которым я пока что не делаю очень активно контент по Lineage 2 Revolution. Плюс я задаю World of Warcraft. Кому нравится, кстати, обязательно поставьте лайк. И ждать от меня нет видосов. Если будут появляться какие-то крутые новости, какие-то крутые патчи, я постараюсь вас о них уведомлять, постараться как-то их разбирать, объяснять, показывать на ярких примерах. Пока что вот такой вот тестовый видосик. Я считаю, что все круто и к этому все равно должно было все прийти, но очень жалко, что онлайн все-таки проседает и произошел мир серваков. Я считаю, что это видео и так уже достаточно затянуто. В принципе, можно было буквально в двух-трех словах рассказать о том, что хе-хей, ребятки, соединение серваков, но я постарался высказать свою позицию, свою точку зрения. И что мы увидим в будущем? Мы увидим в будущем то, что Белеф и Фарис сольют сразу же в один сервак. Откроется новый сервак. Сейчас уже даже есть инфа о том, что на Европе откроют сервак Луна. Не знаю, для какого именно сегмента Европы. То есть он будет русский, либо он будет чисто англоговорящий, но это прикольно. На новых серваках будет как работать система. Ты будешь приходить и у тебя там до 200-го, например, уровня будет буст, скорость прокачки охренительная. Ты будешь чуть ли не каждый день качаться там по 10-15-20 левелов, а то и больше. Круто это или нет? Повторюсь. Я считаю, что все это в итоге приведет к жесткой стагнации и появлению каких-то проектов, которые гораздо круче, чем Lineage 2 Revolution. Уже настало то время, когда, я думаю, сейчас многие студии будут выпускать подобные игры и игры гораздо более высокого уровня. Мы еще до сих пор не слышали никакую информацию по Black Desert Mobile, но нет никакой информации, когда же она выйдет на русский сегмент. Мы до сих пор не слышали, будут или нет портировать Diablo на мобилке, хотя такие слухи ходят и ходят очень давно. Вот это, кстати, было бы круто. В Diablo я бы позависал на телефоне. Не знаю, выскажите, ребят, свое мнение в комментариях, что вы думаете. Lineage 2 Revolution жив, либо хэштег Lineage 2 Revolution мертв. Насколько вам было бы интересно смотреть видосы такого плана, либо какие-то разборы. Маловероятно, что это будут стримы, но вот с точки зрения прям видосиков, пишите в комментах, если прям хотите. Я постараюсь как-нибудь услышать ваше мнение и, отталкиваясь от этого, делать дальнейший контент. Те, кто смотрит меня чисто по WoW, ребят, sorry, бывает такое. Бывают иногда такие видосики. Можете спокойно выключать и смотреть дальше контент по WoW. Сегодня выйдет еще один видос по World of Warcraft. Такого же плана новостного. Сегодня выйдет информация о ближайших нерфах и изменениях, связанных с WoW, а также некоторые выжимки из ПТРа, то есть с паблик-тест сервера, о том, что же там уже начинает появляться. И я вам покажу крутые сеты брони. Все, ребятки, буду с вами прощаться. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Обязательно оставьте свои отзывы в комментариях и что вы думаете по поводу именно вот этой темы слияния и так далее. С вами был я, Мастер Чу. Рассказывайте своим друзьям обо мне. Играйте в качественные игры и обязательно смотрите только качественный контент. Всем пока!